А утро, оно же прекрасное, особенно когда вы проводите его в компании двух очаровательных девушек. Так, же знаем, Наталка Аникина рассказала нам классный кисроцепт. Хочу сказать, что молоко можно пожарить. Я в этом убедилась. Да, глотай, сейчас увидишь, как это будет. Ну, давай. Давай, давайте посмотрим. Доброе утро. Сегодня именно тот день, когда нужно сделать что-то невозможное. Пожарить молоко. И говорю я про испанское блюдо. Жареное молоко. Звучит сумасшедше. Нам понадобится ровно литр молока. 700 миллилитров молока выливаем в сотейник. Для более кайфушного вкуса добавляем в молоко корицу и корки апельсина. Это молоко не должно закипеть, но должно хорошо пропитаться вкусом цитрусовых и корицы. Оставшееся молоко переливаем в мисочку. Добавляем сюда муку. 120 грамм. Это примерно 5 столовых ложек. Желтки немного подвзбиваем и тоже добавим в эту массу. Доводим до однородного состояния. Сколько раз уже убеждалась, что самые необычные рецепты готовятся из самых обыкновенных привычных продуктов. Так что удивлять нестандартными блюдами своих близких занятие совсем несложное. Молоко ароматное, пропиталось запахом апельсина и корицы. Теперь корочки, которые свое отработали, нам уже не нужны. Достаем их из молока. Продолжаем следить, чтобы оно не закипело. Теперь добавляем 250 грамм сахара. Продолжаем помешивать и ждем, пока сахар растворится. Это случится быстро, потому что молоко достаточно горячее. Аккуратненько вливаем нашу массу, в которой молоко, мука и яйцо. Оно должно загустеть. Будьте внимательны, молоко начинает загустевать именно накануне закипания. Продолжаем помешивать. Наше молоко очень изменилось, загустело. Венчик оставляет отчетливые следы. Самое время переливать его в форму. Именно в этой форме мы оставим смесь постоять какое-то время, для того, чтобы она хорошо загустела. Как только я начинаю чувствовать, что 5 стандартных блюд, которые я готовлю изо дня в день, всем надоели, то начинаю экспериментировать и готовить что-то восхитительное. Очень приятно получать комплименты. Это вдохновляет. После того, как наше молоко застыло, нарезаем его на небольшие квадратики и достаем из формы. И буду их обжаривать. Круто держать молоко в руках. Вот в таком виде оно теперь, после того, как остыло. И сейчас я расскажу вам секрет, как сделать так, чтобы оно получилось с такой золотистой корочкой, как в магазине, либо же в ресторане. Двойная панировка нам в этом поможет. Обваливаем кусок молока в муке, после этого в яйце и снова возвращаем в муку. Это называется двойная панировка. Отправляем в масло. Не переживайте, все кулинарные хитрости начинаешь понимать с практикой. Экспериментируйте и уверенно ваш кулинарный уровень будет расти. Как оказалось, жареное молоко – это невероятно вкусно. И согласитесь, внутренняя гордость распирает, когда приготовил что-то такое грандиозное. И только мы с вами знаем, что готовить это очень просто. Смаженое молоко, смаженое молоко в голову не вкладывается. Ну что, будем пробовать? Я думала, что это действительно подсмаженое молоко, как молоко выглядит, а оно так, как тисточка выходит. Ну то есть оно внутри очень нежное, к этому надо быть готовым. То есть оно такое мягкое-мягкое. Вот видишь, я мягкое даже боюсь взять. Если у вас есть такие же оригинальные рецепты, как вот этот – жарить молоко, там, не знаю, выжимать сок из муки, присылайте эти рецепты мне, я обязательно приготовлю. Покажу, что получится, ну а самому талантливому, оригинальному подарю приз. У меня есть замечательный портативный холодильник, я его отдам, ну, самому гениальному. Слушай, ну-ка, я обязан просто попробовать. Да, интересно. Всем девочкам очень нравится. Я на девочках уже экспериментировала. У мальчиков не могу… Такие смаки, как крем-брюле. Должен сказать, что внешне пока похоже, честно, на филе рыбы какой-то, который очень так прожаренный или распаренный, не знаю, в духовке. Протому всему смак такой не пересолоджен. Там есть цукор, но не много, правда? Угу. На неймоверный смак. Так вкусно. Так, и запальсином просто, мне кажется… А расскажи, а что завтра? Какие завтра будут рецепты? Я думаю, вы не раз слышали о том, что яйца в микроволновке, ну, в общем-то, взрываются, там, мы потом микроволновку, некоторые выбрасывают микроволновку. Вот мы решили показать, что яйца можно приготовить в микроволновке как минимум тремя способами. Наверное, есть еще способы, но мы знаем три. И завтра это покажем. У нас все получится, я в этом уверена. Слушай, Наташа, ты знаешь, честно, дома часто вот готовишь жареное молоко или вот эти вот изыски, которым давишь молоко из орехов? Из орехов, да, это, кстати, очень популярный вегетарианский рецепт, особенно в пост его люди используют, ну, не вегетарианцы, в смысле, люди используют, вот, но взяли вегетарианцев. Ну, в общем-то, стараюсь пробовать рецепты такие дома.